Давайте все-таки определимся, что находится за моей спиной. Я всегда хотел мимо этой конторы пройти. Она находится прямо справа. Но за моей спиной находится в то, что я верю. Я всегда верил в Господа Бога. А помолился я Ему, постоянно я молюсь, но начал молиться чуть-чуть позже. Но дело в том, что в 1989 году мы с моим товарищем Игорем Монином покрестились. И с этого, да и мы всегда верили в Бога нашего. Хотя в принципе мне говорят, что мы не могли бы не получить высшего образования. Хотя в принципе, когда я поступал в институт в 1990 году, был один из вопросов поступления в духовную семинарию. Но как бы вам сказать, я проверил на копеечки. Тогда еще копеечки были. В курсе Советский Союз копеечки были. Нормальные копеечки были. Когда доллар стоил почти 59 копеечков. Да, да, да. Было такое... При мне все-все-все поменялось, естественно. И мне пришлось поступать в горный институт. Было неплохо. Я всю жизнь думал, что мимо вот этой конторы, мимо онкологического центра я пройду. Но дело вернулось и дело вернулось в 1900... В 2013 году мне сделали операцию. И оказалось, что у меня рак головы. А теперь я вам немножко расскажу о своих событиях, о сущности моего отношения к проблеме онкологии в Российской Федерации как таковой. То есть, когда мне сделали здесь операцию, я был категорически противником того, чтобы ко мне залезли бы в голову. Но если бы не человек, который находился справа, Марат, ему сделали операцию на втором заходе. Второй заход, ему сделали операцию. Я сказал, ну как? Он говорит, да в принципе нормально. А меня перед этим просто заколбасили. То есть, обе руки мне связали, кормили меня наркотиками. Естественно, потому что это была... Это была жесть. То есть, если бы не медицинская сестра, которая приехала, не отвезла меня на КТ, я бы наверняка был бы на том свете, и вы бы уже неоднократно пили компотик. Она меня просто свозила и сказала, что я приехал. Потому что у меня давление прыгало, я прыгал достаточно сильно. Вверх было 200, и прыжки такие были жесткие. И в тот промежуток времени меня неоднократно возили. Я капался в нашей центре, рядышком на Уральской. Капали меня там перекресток Уральская между Ленина и Карла Маркса. Да-да-да, моя больница. Ничего не помогало. И в этот самый момент она меня свозила, посмотрела, ну и все, я приплыл. То есть, у меня убрали часть мозга, и оказалось, что у меня рак головного мозга, а уже после этого стоять, вот сейчас будет все красиво и ровно. То есть, когда я вышел, когда мне сказали, что у меня типа Г2, а на пластичкой крупнодисперсной астроцитома мне так сказали, и сказали, что у меня срок примерно там лет, наверное, 7, ну это при Г2, 7 лет. Если вы не будете лечиться, то через 7 лет вы на тот свет уйдете. Но я пришел вот прямо сюда, на лечение под названием радиация. И этот человек, который занимался здесь радиацией, так мне и сказал, что 2 года проживешь, а потом на тот свет. Я говорю, ребятки, я что-то не доезжаю. Моему сынишке, вот сейчас парнишка тоже занимается, помогает. Главное, чтобы никто не прошел. А ему было всего 2 года, ну чуть-чуть больше, естественно, потому что у него от 3.03 был день рождения, а меня колбасануло, мне сделали операцию 27 марта того же года. То есть, ему было 2 года, он меня просто не помнил. Я сказал, вы что там, с дуба рухнули, что ли? Мне надо хотя бы его дотянуть до 10 лет. Да, господа мои. Я сказал, вы идете мимо кассы. Но почему я сказал, что... А, да, кстати, когда мне начинают рассказывать сказки, я говорю, я не буду вам рассказывать сказки, я просто в свое время поучился и знаю о том, что рано или поздно, ну, в смысле, было достаточно давно, как, у нас был Челябинск-70. Ну, там полигон такой бабахнул в свое время. Это еще было, когда мы только-только-только, только-только-только испытывали нашу ядерное оружие. Хорошо бабахнуло, естественно. Естественно, была такая речка Теча. Сейчас она, вы можете там купаться, а раньше нельзя было купаться. Она была радиоактивная. И давайте все-таки определим, что Челябинск, он был далеко не самый плохой город. В области онкологии, естественно, поехал в Челябинск. Хотя можно было поехать и в Москву, но другой был бы вариант. Это куда? Это, естественно, Минск. По одной простой причине, там в 86-м году было диагностировано небольшое мероприятие, которое так колбасануло Европу по полной программе. Это была Чернобыльская катастрофа, а там до Чернобыля было рядышком в природе своей. То есть вот эти три места я поехал туда. Когда я приехал, вот сейчас, то есть вы понимаете, да, то, что когда мне сказали, что у меня Г2, наши онкологи, я подумал, может быть, вы хороши. Но когда я приехал в гистологию в Челябинск, они мне сказали, так вот я Г3. И когда они мне сказали, кто тебя оперировал, я сказал, у нас крутой специалист, они сказали, мы про такого не знаем, и у меня возникает вопрос, стоило ли это тамошнего варианта. Ну, естественно, они мне сказали, что у меня Г3. А до этого, ну и давайте все-таки определимся, почему онкология, почему я сюда приезжал, почему я всех колбасил. Потому что в 2003 году у нас ушел Валерий Юрьевич Гиммерверт. И мы лечили его от рака поджелудочной железы. А он не от этого рака умер. У него был рак прямой кишки. Ну, в принципе, когда у меня был крутой специалист, а он у меня был крутой специалист, к сожалению, он ушел чуть-чуть позже моего онкологического заболевания. Товарищ, самый лучший специалист, поверьте мне, круче него сейчас, просто нет никого. Хотя один человек есть, ему сегодня исполнилось 55 лет. А надо говорить о том, что 13 октября исполнилось 76 лет еще одному специалисту, самому лучшему, Виктору Филипповичу Рашникову. И того, и другого я поздравляю с днем рождения. А второму человеку исполнилось 55 лет. То есть я знаю этих специалистов экстра уровня и уровня крутизны. Потому что в свое время я был оператором у Виктора Филипповича Рашникова. Ну, да, это ладно. А те мне, конечно, помогли после этого. То есть я им сразу сказал, когда я был в Челябинске, просто мужчинка у нас был, у которого было Г-3. Так ему сделали операцию здесь, сказали, что никак. Он поехал куда-куда, он поехал в Германию. Ему сделали операцию, сказали, что тебе нужно темодал плюс радиация. Темодал у нас не было. У нас был темазоломид, который мы использовали. А темазоломид использованный на дженерик, он используется в Китае. Он достаточно широко применяется в области, где он употребляется. А стерилизация животных не хочется быть. Так вот, этот темазоломид не китайский. Мы использовали китайский темазоломид, но покупали его в Аргентине. О, куда, сюда. Это вообще дивная ситуация. И цену мы его заплачивали как-то 30 к 1. То есть я говорю, ребятки, давайте я соберу всех мужиков или женщин, без разницы. Скажу, что из вас 65% умрет от рака. А вы не в курсе событий, так оно и есть, поверьте мне. Но, тем не менее, вы мне должны дать денежки. 30 человек одного. Куда бы они меня послали, куда подальше. И, естественно, я понял, что это из той же оперы. То есть я там отличился. И тут маленький был еще дополнительный нюанс. Был такой товарищ, знойный гнида. Да-да-да-да-да-да-да. Не буду сейчас ничего говорить, потому что как бы люди меня смотрят, человек на меня смотрит. Не буду там матюками объясняться. Так этот знойный гнида отключил у нас отопление. И я трижды там зацепил болячку. Это было клево. Да, но в связи с тем, что надо было ходить, я там много-много проходил. И теперь уже о чем мы будем говорить? Верю ли я челябинским онкологам? Нет, не верю челябинским онкологам. Потому что уже после этого я поехал куда? Я поехал в Турцию. И мне там и сказали, что Лешенька, а у тебя оказывается глиобластома. Я так и понял. И все, тут я приплыл. О, вот оттуда начинается то, что мы сейчас будем говорить. И почему все-таки... Почему я не верю? Почему я не верю нашим специалистам? Ну, не верю и все. Естественно, все это дело началось. Но перед этим, перед этим был такой товарищ замечательный. Он, к сожалению, уже из жизни. Но у него был, а у него что было? У него был рак легких. Да-да-да-да-да. Так вот этот товарищ кричал, рак легких где? А-а-а, вы забыли, я... А сейчас объясню. Он поехал в Китай и выпил яды белой кобры. Да, господа мои. Яды белой кобры. Когда ему сказали, что все, ты здесь прилечешься, мы сделать ничего не можем. Он выпил яды белой кобры, естественно, у него не было ничего. Он был красивым, изумительным. Вот такой, понимаете? Да-да-да, он это сделал. Естественно, я обошел к нему, мы с ним связались. И после всего этого я поехал, естественно, в Китай, где я использую укусы пчел. Вот сюда они кусаются, естественно, мне. А после того, как я поехал в Китай, точнее до того, когда я поехал в Китай, я поехал уже... А, давайте все-таки определимся, со сколькими онкологами я знаком. Ну, понятное дело, что наши отечественные специалисты для меня это уже никто. Раз. Где я лечил? У турецких специалистов и турки, в принципе, и говорят, что приезжая к нам, даже с четвертой формой раковых заболеваний, вы можете быть и жить лучше и вкуснее, чем там, где вы находитесь. Еще раз вам объясняю. Если что, Турция. А почему Турция? Потому что сами турки нихрена не платят за медицинские заведения. То есть там, в Турции, все работает бесплатно. Пожалуйста, только не наступите, если не можно. Не-не-не, ничего страшного. Это наша жизнь. Я просто сейчас даю некоторые проблемы нашим онкологам. Да-да-да. То есть если что-то уж случилось, то, в принципе, в Турции это неплохо. Потому что, как бы сказать, сами турки ничего не платят, потому что они застрахованы. Очень неплохая страна Турции. Вы туда зайдите и посмотрите, как они там. То есть, в принципе, Турция от нас, это еще 40 лет нам, как бы, добраться до ихнего уровня, и это получится или нет. Естественно, после всего этого дела я сразу же переговорил с кем. Потом я поехал уже в Индию, где задал вопрос. Они мне сказали, а ты зачем тебе курс химии на целый год? Ты же спалишь себе печень. Я говорю, ну, в принципе, я знаю, как с печенью работать. Старому алкоголику не надо рассказывать, как с печенью работать. Уж поверьте мне, капельницы, капельницы, все нормально. И когда я им задал вопрос, они сказали, глиобластома, и так сдохнешь через год и три месяца. Я бы сказал, what about poison against cancer? As you can say, I can't speak English. I'm not using my interpretation in our foreigner school number 33. То есть, я не использую английский язык, потому что я учился в нашей школе 33. Нет, 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 после того, как я поехал в Америку, я научился говорить на английском языке, нахрен забыв про окончание времена и все остальное. Я нормально общаюсь, никаких проблем. Я им сказал насчет пользоны. Когда я сказал насчет пользоны, они сразу переглянулись. То есть, они понимают, что яд работает. Но перед этим, перед тем, как поехать в Китай, я задал вопрос. Да, я задал вопрос. А что такое лечение? И это было в двух плоскостях, в двух одновременно английских и американских новостях. То есть, это был Telegram и это был CNN, где они так и сказали, что на Кубе хорошо лечит рак головного мозга. А вот теперь спокойненько, сейчас будет дальше веселее по полной программе. Естественно. После того, как я приехал обратно, он хорошо работает. Он просто, видишь, я его специально закрутил. Парняка хорошая, интересная. Вот они всегда мне нравятся тем, что им нравится эта работа. Если хочешь посмотреть с этой стороны, вот зайди сюда. Посмотри, вот с этой стороны. Вот, нет, с обратной стороны подойди, 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 подойди немножко сюда. Вот видишь, как я к себе вижу. Видишь? То есть, я его развернул к себе. Вот он, помогает мне. Ну, парень хороший же, правильно? Так я, естественно, поехал на Кубу. Да. Но там отдельная тема была. Я сейчас не буду говорить про дермократию. Там все стопроцентная дермократия. И в Англии, и в Америке в том числе. Хотя я и был и там, и там. Но это уже отдельная тема. То есть, я как бы кое с чем попчался. И когда я приехал на Кубу, то есть, я же не знал, что это будет. А укусы пчел у меня были. Так вот, у меня полет на Кубу был 15 октября. А 10 числа мне нужно было укусы пчел поставить. А я не поставил себе укусы пчел. И на Кубу прилетела уже с немой правой рукой. Ну, просто она занемела, и все. То есть, я четко знаю, когда я крякну, и насколько это будет красиво. Это будет далеко не красиво и совершенно неровно. Я крякну от дивной ситуации, когда у меня будет очень сильно болеть голова. Ага. И она будет очень сильно болеть голова. И используя всякие там штучки, которые меня будут долбить, я буду овощем. Я все знаю, поверьте мне. И после того, когда я приехал, после того, как я использовал мирную и качественную штуку под названием Видотокс. А как я до этого дела-то дошел? Да. Как я до этого дела дошел? Когда потом я приехал уже, когда из Китая я приехал, я задал вопрос. То есть, я увидел эти статейки, и было все это дело удалено. Про Кубу. Ну, твари. Мерзкие, отморозкие, блин. Что я сделал? А там был нюансик такой. Весь материал вы можете посмотреть на Ютьюбе. А что я сделал? Я смотрел, воткнул Ютьюб. И смотрю ситуацию. Да, может, пойти немножко? Да, да, да. Да, просто. Ну, на всякий случай такие вещи тоже случаются. Вот почему? Место хорошее. Ну, да ладно. То есть, я посмотрел Видотокс. Думаю, о, Видотокс. Вбил Видотокс. И оказалось, что да, это яды голубых скорпионов. Яды голубых скорпионов располагаются где? Естественно, на Кубе они находятся. В Аризоне. Это Америка. Это сейчас тема будет весьма интересная. В Иране. И в Китае. За тобой? Не видят? Безобразники. Ну, да ладно. Естественно, я поехал на Кубу. То есть, на Кубу приехал, не успев поставить укусы пчел. И я приехал с немой правой рукой. Вот такая немая правая рука у меня была до 17-го числа. Потому что я прилетел с 16-го. Попросил местных жителей о Видотоксе. Они спросили, а что это? Я говорю, это Орл. Ну, в рот. И 17-го числа они мне все это дело принесли. И 17-го числа я с немой правой рукой пришел к кубинским онкологам. Это в Гаване, естественно. Место есть, не проблема. Если что нужно, я вам все это дело объясню. Но я пришел вечерочком. Сначала мне сказали. Я вечером сразу же, используя те пять капель, выпил. На следующее утро я пошел куда-куда. На МРТ-шку, естественно. Я сказал, что, в принципе, надо уже с контрастом. Они мне сказали, без контраста. Но правая рука у меня стала в разы, не в раз, а в разы, в пять раз примерно, меньше не иметь. Второй, третий заход. И все стало нормальнее, когда круги своя. Конечно, я не только этим делом лечусь. Я вам сейчас еще объясняю, что просто только я приехал сюда, я сразу пришел. Почему я пришел именно сюда? Потому что, как бы вам сказать, они так и не понимают, они доезжают. Сейчас маленький другой вариант. Мы сейчас идем к тому моменту. Что получилось? Я сказал, я живу на Видотоксе. Я их спросил, а сколько россияне с глиобластомой живут? Они говорят, да столько же во всем мире. То есть год и три месяца. И не так давно девушка, которая меня не слушала, которая даже не заглядывала в YouTube, также умерла. А, да, помните? Нет? Настя Заворотнюк. Естественно, я перед этим позвонил Жанне Фриске, я позвонил Михаилу Задорнову. Через первую супругу я к нему вышел, Алексею Хворостовскому. Но меня никто не слышал, потому что они лечились где? Они лечились в сраном капитализме. Еще раз говорю, не надо мне говорить то, а это будет для того человека, кто не понимает, о чем идет речь. Так вот, кубинская медицина, используя то, что было в Советском Союзе, доведя ее до совершенства, становится первой медициной в мире. И когда мне говорят, где вы будете лечить любую форму раковых заболеваний, я вам еще раз говорю, в десятки стран, за исключением Японии, это все коммунизм. Заткнули, рыльца свое. В коммунизме была тема такая, здоровье нации. Если уж что-то случится, никогда не думайте, что капитализм, капитализму что нужно, высосать у вас бабки. Не так давно один американский товарищ, ну он же не американский товарищ, а кубинский товарищ переехал в Америку, мы с ним начали общаться, ему добавили стероиды, я говорю, вы идиоты, все говорят, что такое рак. Обращаю ваше внимание, что такое рак. Насчет этих всех метастазов, 5-10, давайте все-таки определимся, что такое рак. Рак это просто жир. Где наш настоящий жир должен быть? Здесь на пузе, на этом. Вот там должен быть жир. А если жир начинает здесь, 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 что делает жир? Он просто продавливает. И что это такое? Уже нету нервных клеток, потому что их уже сдавило. Нервные окончания есть, но они потом возвращаются на круги свои. А если жир растет и растет, растет, сначала нервы, потом убирают сосуды. Сосуды закончились. И у вас все приходит уже отмирание самих клеток, потому что их уже ничем не работает. То есть сосуды не дают крови туда протечь. Вот что такое метастазы и рак. Как метастазы передаются, используя нашу нервную систему? Молодец, хорошо. Вот и все. То есть смотрите внимательно на свои железы. Вы должны знать. Если не в нормальном состоянии, то живите спокойненько. Если не в нормальном состоянии, то работайте. Так вот, сейчас возвращаясь на круги свои, да? То есть даже невзирая на то, что я использовал видотокс, он не бесконечен. Он далеко не бесконечен. Примерно два с половиной года и приехали. Естественно, я взял себе лекарство, но оно уже закончилось. Это хорошо, что я использую товарищей, которые ездят. Но рано или поздно все товарищи, которые ездят, закончат свое перемещение. И как я потом все это дело возьму? Я пришел сюда, говорю, дайте, ребята, возможность мне съездить туда. Но в связи с тем, что как бы я не понимаю, то есть как бы вам объяснить. За свои 11 лет с половиной я уже настолько крутой специалист в области онкологии, головного мозга, что это вам еще надо, у меня учиться, как необходимо жить. Вот так вот. То есть я уже крутой специалист в области онкологии, головного мозга. Ну, давайте все-таки определимся, что не только в области головного мозга. То есть если у вас есть пожелудочная железа, внимательно зайдите ко мне, спросите, в конце концов, у меня это кожа в дальневосточной жабе. Не, у нас ее нет, вопросов нет. Мы неплохо лечим рак, но не по полной программе. И когда мне сказали... Сейчас немножко покашляю, потому что я сейчас еще раз объясняю события. То есть давайте все-таки определимся, что наши онкологи, ну, я не думаю, что они какие-то крутые. Далеко нет. И когда я им задал вопрос, вы можете мне написать, что мне необходимо брать видотокс? Ни один, ни один онколог ни здесь, ни в Новомеде мне сказал, а я не буду ничего говорить. Я говорю, а в чем проблема-то? Вы же сидите, типа вам с деньгами сложности. Но когда я посмотрел, что люди, которые занимаются онкологией, ездят на 200-х, наверняка не дешевый вариант, но они ездят на 200-х. И там машины такие весьма интересные. Что нормальный человек, типа меня себе позволить не может, потому что нормальный человек, типа меня, наполнился сведениями по полному уничтожению нашего индивидуального предпринимательства. А когда оно было индивидуальное предпринимательство и работало красиво, это делалось. Ну, сегодня и сейчас мы упали в смысле индивидуального предпринимательства в 10 раз. Не в раз, а в 10 раз. Ну, в 10 раз. Раньше их было полторы тысячи, сейчас еще меньше. Примерно 500, даже еще может быть меньше. А, даже, не, раньше было 5 тысяч. А сейчас 500. Ну, как раз в 10 раз все это дело и повесилось. Вот такая ситуация. То есть я все прекрасно понимаю. Я понимаю, о чем идет речь. Но, значит, у нас нет онколога. А теперь другой вариант. Раз мы все-таки сегодня прошли, как бы вам сказать, в связи с тем, что я родился в 1973 году, то есть мне в следующем году будет 52 года. Замерз? А, ну ладно. То есть мне как бы будет 52 года, да, в следующем году. Так вот, я доверяю тем врачам, которые поступили в медицинские вузы до 1991 года. А потом я уже этим врачами доверяю. И то, мало того, у нас из двух одноклассников, одноклассники, это институт был, только один занимается чем? Хирургией. Остальной перепрыгнулся. То есть кому верить? Да никому верить уже. И как бы вам сказать еще раз, не надо думать о том, что у нас столько сильно круто и получается. Раз в 33 года у нас идет процедура воровства, то ничего же не поменялось. И самое забавное, что человеки, которые получают деньги, которые должны бы сказать, вау, да у нас человек, он с глиобластомой, да мы должны его двинуть. Да человек Алексей должен хоть постоянно ездить в Москву, потому что он должен всем показывать, что даже с глиобластомой человек живет красиво и долго. А это же не получается, да? Мало того, они меня колбасанули. Ну, спасибо вам, засранцы, большое. Спасибо огромное. Мне это очень сильно не нравится в природе своей. Еще раз, молодой человек, огромное тебе спасибо. Вот. И спасибо вам, что вы меня посмотрели. Спасибо.